Для сельхозпризначения лесной господарки, або в уголе покинуть, как есть, куда однести земли с дровниных мысняковой растленностью выращает компетентная комиссия. Но каждый выбор должен быть обгрунтован. Поэтому есть широкие критерии – головные, баллуродливости и мягчимости хлеба. Конечно, если посеять и отремать уроджай, то спрацуем у плюс. А если опустить оценку больности, завирают специалисты, то складенные средства и силу распространения таких территорий – марная работа. Мы должны определить порог временной, за срок, который мы окупим эти вложения на этих землях. Мы опять же рассмотрели, что стоит ли на землях, которые имеют больность 20, ну зачем работать с такой, если мы сегодня смотрим земли, которые 30, там балл пашни, и мы сегодня смотрим, да, действительно, с этой землей стоит заниматься. Тема земель с дравнинах Музняковой рослинностью находится под пильной увагой керовника державы. До 2030 года стоит задача отнестися по господарску и навести парадок на заросших территориях. Планы сформировали еще в минулом году, але с их объективностью возникли питания. Глава государства получил эти планы пересмотреть и поставить необходимые задачи по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот и лесохозяйственный оборот, а также определить направление использования тех земель, которые мы не планируем вовлекать в хозоборот. В перспективе мы должны до конца года эти планы переработать и внести к главе государства соответствующий доклад. Для спрашивания работы в нашей стране створен геопортал. А цифрованный земельный фонд Беларуси 24 на 7 позволяет специалистам видеть характеристику всей территории. Эффективное использование каждого метра земли, контроль и улик ее использования – главная задача Галинового портала. Обновляются данные по результатам аэроавтосъемки. Мы говорим это по данным дистанционного зондирования земли. Помимо аэроавтосъемки, пилотируемой, то есть это с использованием пилотируемых самолетов, мы используем и данные получаемых с беспилотных летательных аппаратов. Это тоже один из способов получения данных дистанционного зондирования земли. Ну и третий источник – это данные космической съемки. Де можно всякера и рыдлевкой, значит, потребно брать всякеру и рыдлевку, каб вырытывать землю. Миновита так ориентовал денничать президент. Але до каждой справы потребно включать розум и подыходить по господарску. Тогда и выник будет.